В соцсетях разгорелись дискуссии, новоуренгойцы выясняют, почему плата за общие домовые нужды в скором времени изменится и за что они ежемесячно платят и так немалые суммы. Давайте разбираться. Начнем с того, что повышение платы за коммунальные услуги происходит обычно 1 июля, так и было в прошлом году. Но пересмотр тарифов с 1 июля текущего года перенесли на 1 декабря 2022. Так у нас изменилась плата за коммуналку дважды в прошлом году. Важно также отметить, что тарифы устанавливаются не управляющей или ресурсоснабжающей компаниями, а государством, в нашем случае департаментом тарифной политики Ямала. Посмотрим в квитанцию. Здесь все достаточно просто. Предоставляют и продают нам ресурсы ресурсоснабжающей организации. В нашем случае урингой теплогенерации, урингой гороводоканал. Они отвечают за тепло, воду и канализацию. А управляющая компания только обслуживает дома. Она ответственна за их содержание, предотвращение и устранение коммунальных аварий. Кстати, размер платы за содержание общего имущества утверждается уже не государством, а общим собранием собственников. СОИ и ОДН. Три волшебных буквы. Что они означают? Аббревиатурой мы расшифруем. Это будет содержание общего имущества или общедомовые нужды. Ресурсоснабжающая организация принимает показания от населения, от юридических лиц, если они являются правообладателем жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. Показания индивидуальных приборов учета. Либо если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета, осуществляет расчет, исходя из норматива по количеству зарегистрированных в жилом помещении. И разница, которая у нас сформировалась из показаний общедомового прибора учета, из совокупных показаний индивидуальных приборов учета, это и есть тот объем, который распределяется на содержание общего имущества. Жильцы многоэтажек платят за воду, свет и тепло, которое используется не только в квартире, но и за ее пределами – в подъездах и вокруг дома. Сумма расходов на общедомовые нужды может увеличиться из-за разных факторов. Плохое состояние коммуникации, манипуляции со счетчиками, если в квартире устанавливается незаконный прибор, позволяющий уменьшить показания, самовольное подключение к сетям или отсутствие приборов учета в некоторых квартирах. Предположим, в квартире зарегистрирован один человек, при этом жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета. В этом случае ресурсоснабжающая организация, исполнитель этой коммунальной услуги горячей или холодной воды, начислит, исходя из норматива. Но при этом, если фактически в данном жилом помещении проживает 2, 3, 4 человека и потребляют больше норматива, то вот эта разница пойдет в тот объем, который нужно будет распределить между всеми собственниками жилых и нежилых помещений. То есть оплачивалось это и ранее, но эту задолженность раньше оплачивала управляющая компания, а теперь ее будут оплачивать сами жильцы. В теории, если в доме стоит общедомовый счетчик, то разница будет несущественной, а значит в квитанции не будет шокирующих сумм. Другая ситуация, когда счетчиков нет, весь объем потребляемых ресурсов будет определяться в зависимости от того, какой норматив установлен в регионе. В этом случае собственникам почти наверняка придется платить больше. Есть услуги, которые оказывает управляющая компания и их видит потребитель в конечном итоге, а есть такие услуги, которые мы оказываем по установленной периодичности перечню, их просто не видно. Это те же содержания сетей холодного, горячего, внутридомовые сети, тепло, снабжение, подготовка и запуск дома к отопительным периодам. Это одна из дорогостоящих строк именно в содержании общего имущества, что требует изначально определенных. Мы меняем участки трубопроводов, сетей многоквартирного дома. Это аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. Как уменьшить плату за общедомовые нужды или сделать так, чтобы переплата не ударила по карману? В первую очередь всем жильцам нужно поставить счетчики, а кроме того организованно подавать показания. И еще один вариант. На общем собрании принять решение о начислении платы по фактическому показанию общедомового прибора учета. В таком случае переплата будет незначительной. Милана Федорова, Павел Михайловский, Николай Александров. Информационное агентство «Импульсевера».